Запуск швейной и обувной фабрики, работа по снижению уровня безработицы, реализации инвестиционных проектов и программ по улучшению жилищных условий. Это лишь некоторые из проектов в экономической сфере республики, которые удалось реализовать за два года, отмечает председатель правительства Ингушетии Владимир Сластинин. Вот за эти два года мы подняли 10 предприятий промышленных. Вы знаете, самый крупный из них. Это швейная фабрика, полторы тысячи рабочих мест. Вы знаете, это обувная фабрика, это мужичи, лесоперерабатывающий кабинет, металлический завод Кавказа Реал. И до конца года у нас будет реализованный крупный проект Бестбренд. Это производство санитарно-генееческих средств, а также завод крупномерного кирпича НЕОН. Ну и, конечно, флагман нашего производства – это фабрика Южная по производству 10 тысяч тонн в год. Республиканский экономический форум в стенах научной библиотеки НГУ собрал представителей исполнительной власти, предпринимательства и бизнес-сообщества региона. Одна из основных задач – обсудить и поднять уровень экономики Ингушетии на более высокий. На сегодняшний день показатель объема инвестиций в основной капитал за 2020 год достигнут и составил 21,7 миллиард рублей, что действительно для нашей республики значимо. В этом году мы поставили планы ожидаемого увеличения этой позиции на 10%. В созданном условии, вы знаете, мы открыты для предприятий инвестиционного характера, мы создали им льготные режимы работы, начиная от налогообложения, налога на землю. Поэтому мы приглашаем открытые, все новые и новые предприятия, республика, страны, они к нам приходят, обращаются, мы создаем условия. И успешную работу, тем самым пополняем и казну, и доходы. И самое главное – создаем новые рабочие места. Главный спикер этой встречи Виталий Хаценко, директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга страны. Он перечислил, какие меры поддержки оказывались региону-ведомством в последние годы. Минпромторг не только поддерживает промышленные предприятия, а выполняет и ряд социальных функций. Это и приобретение школьных автобусов, машин, скорых, аппаратов искусственной вентиляции и легких. 142 школьных автобуса в республику было поставлено за последние годы. 105 автомобилей скорой помощи, 6 лековых автомобилей для медицинских работников, для работающих с ковидными пациентами, 10 аппаратов ИВЛ. Удалось сейчас включить республику Минпушетия в перечине регионов, их всего будет 20, которые будут субсидироваться по чуть более 32 миллионов. В ближайшее время будет вам предоставлено на приобретение собственных кислородных станций, для того, чтобы могли оборудовать свои полиции, поликлиники. Главная тема практической сессии посвящена развитию новых промышленных кластеров в регионе. Ингушетия уже преуспела в полноценном кластере – алюминиевом. Так, ингушский завод по производству алюминиевых профилей «Реак» вошел в сотню наиболее динамично развивающихся компаний юга страны в этом году. Продукция пользуется большим спросом у покупателей. Среди заказчиков – Москва, Санкт-Петербург, Челябинск и даже ближние зарубежья Беларусь. Цель форума – дополнительно реализовать в регионе еще четыре кластера – креативный, туристический, IT и агропромышленный. Тема кластеров в республике существует еще с 2018 года, но активное развитие получает только в этом году. Это было стимулировано главой республики Ингушетия, когда глава у нас дал поручение, поставил задачи по созданию кластера алюминиевой промышленности республики Ингушетия. И вот, соответственно, это стало триггером для всей остальной работы. Участники форума также будут презентовать свои проекты по четырем промышленным кластерам. По итогам встречи решится вопрос, какие из них получат поддержку от федерального центра. Дана Плеева, Адам Далаков, Новости 24.